Трудно начать В могильной доске написаны имена его самых близких – мамы, папы, двух братьев – Якова и Давида, сестер – Соня и Поля. Но на самом деле это его самые близкие, те, у кого нет могил. Но нет могил еще больше, чем у ста человек, которые похоронены неизвестно где, которые вообще не похоронены, которые расстреляны где-то в Литве, рядом со своей деревней Лейпуны, имен которых никто не знает. Мой папа родился в Ирушалаем де Лита, в Литовском Иерусалиме. Всегда говорил, я родился в Литовском Иерусалиме, а умереть хочу в Израильском Иерусалиме. После войны, демобилизовавшись, один раз приехал в Лейпуны, нашел там того литовца, единственного литовца, который жил на этом хуторе вместе с евреями, и спросил у него, где все. Этот литовец ответил, Израиль, можешь никого не искать, убили всех, и если ты сейчас же отсюда не уедешь, тебя тоже убьют. Однажды я смотрела новости и увидела, что в Израиль приехал президент Литвы. Президент Литвы сказала, зачем бередить раны? Если раны бередить, они никогда не заживут. Когда я услышала эту фразу, я подумала, что я просто обязана бередить эти раны, для того, чтобы вспомнить этих людей, для того, чтобы показать, что невозможно продвигаться вперед, если ты это забыл. Если ты это забыл, не будет жизни. Война есть война. Например, если взять немецкую армию. Одних русских в немецкой армии служило 1 миллион 200 тысяч. Несколько было СС-дивизий. Война – это война. Литовцы, литовцы. Я понимаю, что это трагедия, это вообще больно всем, как это все происходило. Но мне лично, как еврейке, мне тяжело знать, что имена людей просто канули в вечность, как будто их убили и как будто их нету. Я хочу их восстановить, я хочу поставить там памятник. Я вот когда там разговаривала в Лейфунах, там есть такая Анелли. Я вообще ее памятник. Не знаете, да? Потому что я фабильный. Ну вот она, например, она тогда была ребенком. Она мне рассказывала, что... Ну, конечно, они переживают. Потому что они мне сказали, что да, литовцы убивали. Они мне сами это сказали. Но! Но были и такие, которые спасали и помогали, и делали то, что они могут. Например, она сказала, что она показала мне на дорогу. И говорит, вот по этой дороге их вывозили на телеге. И Мы ехали, мой отец ехал на конь, и моя мать, и я была маленькая. И мы как поехали там на свадьбу, так мы встретились... 9 лет было и... Айо жидой. Шли жиды с этим лопатами. Для себя копать ям. Деревня, где жил папа, это была сельскохозяйственная колония. И воспоминания моего папы об этом месте, это самые его нежные и сладкие воспоминания. У его деда, Гелеля, было много ульев. Это была его особая любовь. И папа мне рассказывал, какой замечательный гречишный мед был в этих местах. Вот там, где березы, там была школа, говорят тоже. Но там тоже ничего не оставшись. Вообще здесь было очень много домов. Много людей жило. И вот когда начинают говорить, вот там тот стоял, тот стоял, тот стоял, тот стоял... Я как-то около 30 домов насчитала один раз, когда мне рассказывали, где кто стоял. Я знаю только вот про моем доме, что жила семья, там были две девочки, дочери очень красивые. И когда их уводили, моя бабушка с дедушкой просили, говорит, чтобы девочек спрячем. И вот они, им было 20-19 лет где-то. И они сказали от родителей, мы никуда. И вместе все и ушли, так и не вернулись. Моя деревня Лейпуна, она так и канула в вечность. Оно не то, что кануло, просто не было того человека, который вот как бы вот заинтересован был в том, чтобы это было увековечено. Так что вам карта в руки. Не может быть так, чтобы приблизительно 200 человек просто увезли в лес, расстреляли и все, история закончилась. Нет, то, что произошло, это страшная трагедия, она не должна быть забыта, на мой взгляд. Моя цель как раз воскресить этих евреев, которые жили на этой земле. Моя цель найти место их убийства. Моя цель поставить там памятник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова